Субтитры подогнал «Симон» Добрый день, у нас сегодня очень интересная тема. Это то, чем мы дышим, и в частности в наших двух столицах Алматы и Астане. Алмата была в этом печальном первенстве уже давно, а теперь ей составила компанию и Астана. Несмотря на то, что легенды о свежем и чистом воздухе нашей северной столицы уже превратились в миф. То, что мы дышим плохим воздухом, это видно, что называется невооруженным глазом. Но насколько наши ощущения соответствуют реальности? Насколько наши показатели по предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе соответствуют международной норме? Любую проблему, я думаю, стоит начинать с установления достоверной информации. У нас же информация подается как вопрос веры. То есть, довозим, наш дорогой Яким Болжан Байбек на протяжении года, а может и больше, говорил, что вред от ТЭЦ-2, ее вклад в смог составляет 11%, а вина автомобильных выхлопов 80%. И СМИ, блогеры, чиновники просто-напросто разносили эту информацию по информационному пространству. Причем, Аким же не называл ни фактические объемы, от чего вычисляются эти проценты, не называл источники информации. Я поставил себе задачу выяснить, где он это мог взять. Я полагаю, что я это выяснил. Для начала я решил узнать, а проводились ли у нас когда-либо исследования экологические, масштабные. И выяснил, что в последний раз, это было в 2007 году, проводила КАЗ-геология и установила, что общий объем выбросов, называется эмиссия, если правильно говорю, 237 тысяч тонн в год. И эта цифра повторялась на протяжении 7 лет, до тех пор, пока в территорию Алматы не была включена ТЭЦ-2. То есть это объем без ТЭЦ-2. Она находилась на территории области, и ее не считали. Можете себе представить? Хотя Северный Ветер, она работала на город, и все свое добро городу и отдавала. То есть по факту это было, насколько больше количество выбросов? Как мы знаем из слов Аким, 11%. Что происходит дальше? Теперь на недавнем суде по СМОГу, по иску Альнура Ильяшева-Кикиматова о бездействии в сфере экологической безопасности, мы услышали, что фактический объем выбросов ТЭЦ-2 составлял в 2017 году 33 тысячи тонн. Я произвел простейшее арифметическое действие, я приплюсовал к этим 237 тысячам, 33 получил 270, вычислил процент 33 тысячи, и получилось вот ровно 11 копейки вам процентов. То есть берутся совершенно устаревшие данные 12-летней уже давности, и к ним плясуются данные свежие. Вот так и вычисляется. Я причем принес свои догадки к профессиональным экологам в лабораторию ЭКО-сервис, где общался с сотрудниками 3 часа с 4-мя. И они сказали, они фактически подтвердили вот эти мои догадки, что вот так вот у нас вычисляется информация. То есть это много в конечном итоге, это много или мало по сравнению с там? Это мы по ощущению видим, что это не так. Сам Аким говорил, что в 80-х годах с Коктюбе он видел тот же самый смог. А тогда же машин было гораздо меньше. И, кстати говоря, вот эта лаборатория ЭКО-сервис, она наконец-то в 2017 году, простите, провела исследование целевых показателей по окружающей среде для нашего города спустя 10 лет. Наконец-то. Хотя такие исследования должны проводиться каждые 5 лет. Вот. И у них вышла совершенно другая процентовка. 65% вред от автомобилей, 35% от стационарных источников. Сюда входят и промышленные предприятия, коих тысяча примерно у нас, и частный сектор. Но, должен вам заметить, что здесь не учитывается ТЭЦ-3, про который вообще нет никаких разговоров. Потому что она опять же находится на территории области, в Ильинском районе. Бывший поселок Энергетический, ныне Утиген-Батыра, 3 километра всего от границы города. И она выбрасывает в год 22 тысячи тонн. Это по новейшим исследованиям ЭКО-сервиса. Теперь общий объем эмиссии составляет 122 тысячи тонн. Таким образом, седьмая часть влияет, но она не учитывается. Вот в чем проблема. То есть, я показал всего лишь верхушку айсберга, потому что в действительности вот этих аспектов недостоверной информации и их вагон их маленькая тережка. Если будет время, я о них расскажу. Эмгуль, насколько я знаю, вы сейчас очень плотно занимаетесь темой СМОГО, в частности в Алмате. У вас есть какие-то альтернативные данные по этой теме? И можем ли мы сказать, где мы находимся в международной системе координат? Где-то посередине, где-то наверху или где-то совсем глубоко внизу? Где мы находимся на международной карте мира загрязненности наших городов крупнейших? Да, на самом деле, если посмотреть базы Всемирной организации здравоохранения по качеству воздуха, то там Казахстана вообще нет. То есть, практически отсутствует информация по АПМ-2,5. Потому что АПМ-2,5 начал мониториться относительно недавно. И также следует отметить по поводу источников выбросов. Хотела бы добавить, что экосервис суммирует все загрязняющие вещества. Это абсолютно неверный подход. Потому что каждое загрязняющее вещество имеет свою степень риска. И, соответственно, суммируя, мы складываем разные единицы измерения. Но исследований по источникам именно ПМ-2,5 не проводилось ни для Алматы, ни для Астаны, ни в каком городе Казахстана таких исследований не проводилось. Тогда, как я начала изучать эту тему, каким образом выявляются источники загрязняющих веществ, то увидела, что, допустим, практически во всех городах развитых стран мира такие исследования проводятся. Особенно в крупных городах. Если посмотреть исследование для Китая, то этот вопрос качества воздуха изучили в то ли поперек. И есть различные методологии, как можно рассчитывать источники загрязнения. Но в отчете экосервиса научно обоснованного подхода для определения источников выбросов я не увидела. И вот эти все данные, когда говорят, что 65% — это транспорт, я считаю, что это неверные данные. С вашего позволения я поясню зрителям, что такое частицы PM2 и 5. То есть это самые опасные наночастицы по размеру, тольше человеческого волоса меньше, в 30 раз. Они проникают сразу в кровоток. И являются причиной страшных заболеваний. Прежде всего, по-моему, онкология. И замеры этих частиц не входят даже в целевые показатели. Их нет в перечне. Вот есть там сколько-то загрязняющих веществ, порядка трех десятков, цифры разнятся. Вот они там написаны, какие оксиды хрома, углекислый газ. А этих просто нет. Хотя они, да, они заменяются, они к СГДР-метам заменяются, но они не включены. И, кстати, ЭКО-сервис подал предложение Управлению земельной экономики, чтобы, наконец, они включили туда. Но это исследование целевых показателей до сих пор не прошло, не было рассмотрено на Маслихате. У нас с этими частицами ситуацию перевернул один человек. Гражданский активист Павел Александров. С помощью датчиков, так называемых гражданских, то есть не военных датчиков, полимеров, которые он установил по городу штук 20, наверное. И они в режиме реального времени передают на сайт aircas.org замеры в разных точках города. Каз-гидромет поначалу в прошлом году обиделся, потому что разброс там был в 20 раз. У Каз-гидромета стояло, потому что замерялись они на Медео, и немножко другой воздух, да? Вот. Потом они написали на него заявление в полицию, пришла полиция, установили, что все эти полимеры сертифицированы и отстали. И теперь даже данные Каз-гидромета и Павла, они немножко коррелируют. Так вот, мы все видим, он вывешивает, я смотрю каждый день на сайте, Павел вывешивает, что у нас ПДК, АПДК составляет по данным, по нормам ВОЗ, 25 микрограммов на кубический метр воздуха. Для России 35 завышенное. У нас, как с добрым утром, одномоментно бывает и 400, и 500, а рекорд 1553. То есть, 52-кратное превышение, и даже у нас выпустили, Павел мне рассказывал, темное пиво с названием 1553, как рекорд единовременного замера. Что мы имеем в итоге? Как выясняется, что для того, чтобы даже что-то предпринимать, у нас нет ни нормальных исследований комплексных, ни системы мониторинга, ни необходимые для этой системы мониторинга даже каких-то критериев, показателей и так далее. Но есть такой косвенный критерий, который достаточно красноречиво говорит о том, что ситуация сложная, мягко говоря. Это то, что от 30 до 40 процентов, по данным нашего Министерства здравоохранения, составляют заболевания органов дыхания. Вы знаете, когда я выслушала ваши комментарии, у меня просто сразу складывается такой немой вопрос, а не пора ли нам объявить Алмату зоной экологического бедствия. Ну, может быть, в Астане чуть-чуть лучше ситуация. Как вы думаете, знаете ли вы, во-первых, что для этого нужно, кто этим занимается, что для этого нужно, и каким последствиям это может привести, грубо говоря, станет ли весь мир наш спасать, или будет ли это каким-то триггером для того, чтобы наши акиматы, наше правительство наконец-то посмотрело проблему в лицо? По нормам КАЗ-гидромета высокая степень загрязненности воздуха — это десятикратное превышение. То есть по, допустим, ПМ 2,5 — это 250 микрограммов на кубометр. У нас это каждый день. То есть на это вот никак не реагирует. 15-ти или 20-ти кратное — это уже экстремально высокое считается. Ну и что у нас? И такое бывает. И это ни для кого не повод подняться, прошу прощения, со стула. Вот в этом январе и в прошлом январе в Сеуле дважды было трехкратное всего лишь превышение — 75 микрограммов по этим частицам. Была объявлена чрезвычайная ситуация. То есть дети не пошли в школу, люди закрывали окна, звучали сирены. То есть у нас никто не шевелится. Самого механизма объявления Алматы, то есть констатация этого факта, она давно зона экологического бедствия. Я слышал такие данные, что смог у каждого алматица крадет вообще два года жизни. Как это делается, я не знаю. Вот честно скажу, не знаю, как это делается. А Ингуль, у вас есть что добавить на эту тему? Да, хотелось бы отметить, что было проведено исследование в 2013 году, которое показало, что Казахстан ежегодно теряет 0,9% от ВВП из-за загрязнения воздуха вследствие дополнительных расходов на здравоохранение. Причем это только ущерб от твердых частиц, то есть от ПМ-2,5. Но есть еще другие загрязняющие вещества. Поэтому весь этот экономический ущерб, мы в обычном экономическом расчете топлива, либо расходов на ЖКХ, мы это не учитываем. Но на самом деле мы все это несем. И все эти внешние издержки, негативные последствия от того самого сжигания угля, мы должны об этом знать и учитывать это. Также хотелось бы отметить, что в 2015 году были приняты гигиенические нормативы к атмосферному воздуху, где были установлены предельно допустимые концентрации к загрязняющим веществам. Там очень большой список загрязняющих веществ. И, насколько я заметила, что контроль за соблюдением этого приказа утвержден за вице-министром национальной экономики. И непонятно, почему именно это министерство, насколько это министерство мониторит превышение ПДК. И всем абсолютно понятно, что это уже абсолютно высокий уровень загрязнения. И по логике мы должны объявить ЧС, но почему этого не происходит, кто за это отвечает, пока непонятно. Савляет, насколько я знаю, у вас есть в потоке плохих новостей, есть хорошая новость, что у Казахстана есть шанс, используя средства международных организаций, хотя бы, по крайней мере, приблизиться к решению этих проблем. Расскажите, пожалуйста, что это за шанс? В Казахстане, как и в всем мире, всегда мы не являемся закрытой страной. У нас есть доступ к международным финансовым институтам, у нас есть доступ к международному экспертному сообществу. Соответственно, я констатирую, что внутреннее национальное экспертное сообщество тоже уже выросло до таких уровней, когда оно может формулировать, создавать и реализовывать проекты, направленные на охрану окружающей среды. Естественно, к сожалению, ресурсов для реализации таких проектов, финансовых особенно ресурсов, или экспертных, их всегда не хватает в стране. Не секрет, кто-то нас относится к развивающимся странам, кто-то нас относится к странам с переходной экономикой от нас относят. И, соответственно, специально для такого рода стран был создан специальный зеленый климатический фонд, который был создан решением Рамочной конвенции ООН об изменении климата. И с помощью зеленого климатического фонда можно разработать и внедрить проект, который будет учитывать чаяние населения региона, города, страны. Может быть, даже это может быть международный проект, который работает на всю Центральную Азию. И вот этот зеленый климатический фонд, вот буквально сейчас я находился в Алматы специально для того, чтобы рассказывал экспертам и участникам нашего обучающего семинара о том, как правильно подать в зеленый климатический фонд свою идею, как обосновать свою идею, как правильно рассчитать сокращение выбросов парниковых газов, который произойдет в результате вашего проекта. И, соответственно, вот когда этот фонд был создан, в нем сейчас аккумулировано порядка 10 миллиардов долларов, может быть, несколько больше. И есть планы по наращиванию этого фонда до 100 миллиардов долларов. Это амбициозная задача. Я не могу сейчас стопроцентно сказать, будет она реализована или нет, но текущая финансовая составляющая этого проекта, она достаточно большая. И Казахстан имеет возможность реализовать проект, который будет направлен, ну, например, на тот вопрос, который мы сейчас обсуждаем, на сокращение смога и на улучшение жизни алматинцев или астанинцев. Или это может быть большой проект, который будет направлен на всю страну. Он может состоять из многих компонентов, он может состоять из компонента газификации, он может состоять из компонента электрификации автомобилей, он может состоять из компонента работы здравоохранения, изменения законодательства, изменения предельно допустимых концентраций или ПДК, ПДВ, разработки политик, стандартов, как может страна работать в этом ключе. И поэтому я считаю, что нельзя упускать такую возможность. Нам всегда не хватает денег на окружающую среду. И всегда окружающая среда, к сожалению, финансировалась из остаточного принципа, как и здравоохранение, может быть, в какой-то степени. И настало время привлекать, в том числе и международное финансирование на эту злободневную проблему и заботиться о том, чтобы наши граждане могли иметь здоровый воздух, здоровую окружающую среду. И такого рода проекты должны рождаться именно в нашей экспертной среде, в национальной экспертной среде. Мы должны сделать все для того, чтобы наши эксперты, наши специалисты могли знать, как формулировать такие проекты, как их подавать и как получать на них финансирование. Я считаю, что это возможно. Какие параметры этих грантов могут быть? Какая минимальная сумма гранта? Какие направления? Или кто может быть контрагентом в реализации этого проекта? Или партнером в реализации этого проекта? Понятно, да. Ну, как я говорил, в фонде собрано порядка 10 миллиардов долларов. Вы можете заявить, ну, любая организация, которая работает в Казахстане более трех лет, она может быть аккредитована для работы с Зеленым климатическим фондом, либо может придумать идею проекта. и обратиться в компанию, которая уже аккредитована, и предложить свой проект. Маленький микропроект для Зеленого климатического фонда это 10 миллионов долларов, это приличные, большие деньги. Малый проект это от 10 до 100 миллионов долларов, средний проект от 100 до 250, и большой проект более 250 миллионов долларов. Соответственно, для того, чтобы получить эти ресурсы, вы должны придумать проект и обратиться в аккредитованную организацию, которая будет вместе с вами разрабатывать полное проектное предложение. И там будут расписываться те компоненты и конкретно те действия, которые вы будете в своем проекте представлять. А что такое аккредитованная организация? Аккредитованная организация может быть любая организация. На текущий момент это у нас международные компании, это Всемирный банк, программа развития ООН, в которой я работаю, программа ООН по окружающей среде, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития. Пока это международные компании, но есть возможность аккредитоваться и национальным компаниям. Более того, сам Зеленый климатический фонд, являющийся финансовой структурой, он стимулирует направление, при котором появляется именно национальная компания. Потому что любая международная организация, которая подает проект, она все-таки преследует больше свои интересы. Ее мандат она продвигает, на что больше направлена ее работа. А если вы национальная компания, вы продвигаете именно то, что волнует ваших людей, тех, кто живет рядом с вами. И поэтому очень важно, чтобы вот эти национальные компании появлялись, чтобы они могли аккредитоваться в определенном климатическом фонде и получать ресурсы этого финансового инструмента. И, соответственно, с помощью этих ресурсов реализовывать какие-то проекты, которые будут направлены, они будут большие, инфраструктурные, они будут менять сознание людей, менять парадигму развития, как это модно говорить. И стимулировать, чтобы наша страна двигалась в сторону именно зеленой экономики. Вот вы сказали слово про инфраструктурные проекты. Пожалуй, это, наверное, самое реалистичное направление, в где Казахстан мог бы заявить о себе. Тем более, что есть две большие проблемы, вернее, одна большая проблема – газификация Алматы и Астаны. Насколько я знаю, в Астане это строительство этого магистрального трубопровода, а в Алма-Ате ситуация, наверное, чуть лучше. В принципе, трубопроводы доведены до частного сектора, но, видимо, необходимо субсидирование или какие-то другие альтернативные механизмы для того, чтобы население могло воспользоваться этой возможностью. Потому что, по нашим подсчетам, в зависимости от района, стоимость подключения к газовой трубе что-то там от 200 до 600 тысяч тенге, что для семьи даже со средним достатком достаточно серьезная сумма. Скажите, пожалуйста, могут ли такого рода проекты быть профинансированы? Я просто гипотетически схожу, что там Акимат Алматы или Акимат Астаны или Министерство энергетики каким-то образом когда-нибудь аккредитуется или они могут запустить тренинговую программу совместную с тем же Всемирным? В принципе, да, такого рода проекты возможны. То есть есть большая масса реализованных уже международных проектов, где именно вот эти ресурсы были направлены на субсидирование различной деятельности. В той же в Монголии, да, допустим, были субсидии, когда, ну вот мы знаем, что в Монголии многие из, ну, частный сектор у них представляет, можно сказать, юрточный городок, да. И там был большой проект, при котором предполагалось строительство новых микрорайонов и совершалась градация жителей, при которой они могут получить что-то вроде зеленой ипотеки. То есть они перестают жить в юрте, переезжают в более удобное, комфортабельное жилище со всей подведенной инфраструктурой и уже, соответственно, юрта сама не чадит, да, вот этой печкой. Есть другие проекты, в которых, допустим, сами вот эти печки, ну, в других странах, скажем так, они были заменены на более эффективные, да, то есть они больше не сжигают там уголь, они сжигают что-то другое, какое-то топливо, которое более экологически безвредно, они сжигают это более эффективнее, то есть без остатка, то есть уже меньше золы выбрасывается. И, соответственно, вы реализовали и такой проект, да, не мы, а имеется в виду вот эта страна, она реализовала и такой проект. То есть сама страна или сама организация, которая подает проект, она выбирает механизм, как именно будет достигаться сокращения выбросов парниковых газов, за счет какого эффекта. Или это будет газификация всего частного сектора, да, или газификация той же многострадальной ТЭЦ-2, да, для того, чтобы она больше не чадила вот на окружающую среду, вот учитывая текущее состояние дела, да. Может быть, вопрос строительства вот этого газопровода, да, до Астаны тоже может быть профинансирован, да, из этой компании. По крайней мере, какие-то из компонентов, которые доступны. Может быть, строительство магистрального газопровода будет профинансировано за счет государства, а строительство инфраструктуры, которая даст этот газ для населения, уже будет профинансировано за счет вот этого Международного финансового института. Здесь очень важно правильно составить этот проект, правильно подготовить компоненты и правильно обосновать, что это будет экономически и экологически выгодно. Вот это очень важно. Сейчас очень много исследований о том, что именно развивающиеся страны, кстати, имеют наименьший удельный вес в загрязнении воздуха и в целом в изменении климата на планете. Скажите, пожалуйста, в то же время у нас такое провинциальное самоощущение. Насколько для Казахстана, в принципе, актуальна тема изменения климата в целом? В целом, мы, кстати, вместе с Казгидрометом, вместе с другими экспертами проводили исследования, как растет температура, допустим, температура в Казахстане, как меняются осадки, как меняется горное оледенение, как влияет изменчивость климата на другие сектора экономики. И мы увидели, что каждые 10 лет наша температура растет примерно на 0,8 градусов. температура, начиная с 40-х годов. Именно в Казахстане? Именно в Казахстане. И в целом эта цифра несколько больше среднемирового тренда. То есть, можно сказать, Казахстан, к сожалению, является такой моделью, где изменение климата идет несколько быстрее мировых темпов. Это серьезная проблема, потому что от климата зависят многие отрасли экономики. Это и водные ресурсы. Все-таки климат влияет на сами водные ресурсы, то есть, их становится несколько меньше, увеличивается испарение. Соответственно, больше забирается воды на хозяйственные нужды, на питьевое водоснабжение. Это проблема с сельским хозяйством. Мы провели исследование, по которому, к сожалению, если оставить все, как есть в секторе растений и водства, если использовать те же технологии, которые мы сейчас используем, вот так называемая базовая линия, то мы можем к 2030 году потерять до 40% урожая зерновых. Казахстан является, как это модно говорить, житницей. Мы продаем наше зерно в Центральную Азию, мы продаем его в Афганистан. И вот этот вопрос того, что изменение климата влияет на эту отрасль, он, к сожалению, не широко известен. И получается, что тем самым наши фермеры недополучат какое-то количество выгод, не получат нужные финансовые ресурсы. И вот как раз с помощью Зеленого климатического фонда можно предусмотреть адаптационные меры внедрения новых технологий в условиях меняющегося климата, для того, чтобы вот этого провала по потере урожая не случилось. Это очень важно. Влияет изменение климата на горное оледенение, что в свою очередь вызывает селевые явления. Для Астаны, прошу прощения, для Алматы это очень важная проблема. Увеличение селий, создание новых моренных озер, которые могут каким-то образом оказаться неучтенными. Это проблема для Шымкента. Мы вели исследование, при котором получается, что на горных территориях, допустим, в Шымкенте, не были характерны селевые явления, но уже появляются сели в этом регионе, в Южно-Казахстанской области. И это опасно. В Восточно-Казахстанской области те же проблемы возникают. Плюс всю страну в последнее время начало топить. Караганда, казалось бы, степной район, но он был затоплен несколько лет назад. Кустанай был затоплен. Астана стояла как остров посреди моря. Все вокруг было затоплено. Только благодаря вот этой дамбе, возможно, город не пострадал. Но все остальные-то пострадали. И поэтому нам нужно готовить. То есть нужно строить инфраструктурные объекты, нужно строить дамбы, нужно моделировать приход воды, сколько его будет приходить, где установить эту дамбу, какие инфраструктурные объекты нужно построить, для того, чтобы защищаться от этого. И мы должны защищать не только один город, но и всю страну. Там, где сейчас эти характерные явления проявляются. То есть получается, что проблема изменения климата, она уже, собственно, вплотную у нас перед глазами. И мы просто не хотим этого видеть. Такой синий слон огромный. Скажите, пожалуйста, вот последний мой вопрос, наверное, к нашим экспертам в первую очередь. А что мы, как общество, можем сделать для того, чтобы эта проблема... Ну, чтобы change your mind, да, там, изменить наше сознание, сделать его более глобальным, более зеленым. Потому что я боюсь, что если общество не возьмет на себя эту роль, то наше правительство вряд ли озаботится этой проблемой всерьез и, как говорится, надолго. Ну, даже тот факт, что Минэнерго отвечает за взаимодействие с зеленым фондом, который сам и есть главный загрязнитель, да, это вот такой типичный конфликт интересов, который, к сожалению, тоже, в свою очередь, типичный для нашей системы управления. Ну, так вот, что мы, каждый из нас, и все мы вместе можем сделать для того, чтобы, по крайней мере, держать в форме наши соответствующие ведомства? На ментальном плане, у меня такой ответ, экологизировать свое создание. Конкретно это относиться к своей стране, к своему городу и к природе, как к собственному дому. У нас в стране наблюдается отчуждение людей страны. Извините за тавтологию. Люди не воспринимают эту землю как свою. Это имеет такие последствия. Вышел, что-то выбросил, да, сразу. Это не мое. Все вокруг колхозное. Вот, потому что рачительный, ответственный хозяин, он у себя дома не будет мусорить, не будет его поджигать, будет его проветривать, да, вот, и обустраивать, как он считает нужным. На уровне конкретных действий это уже делается. Я уже упоминал про судебный иск Альнура Ильяшева к Акимату по поводу бездействия в сфере экологической безопасности. Иск, естественно, отклонили. Но там есть одна зацепка, я сейчас не буду углубляться, и он подал апелляцию. Но это была сильная моральная победа экологического активиста. Я посещал все заседания, и мы там узнали очень много информации. Потому что там были представители Акимата, Алматинских электрических сетей, лаборатории Экосервис. Люди говорили под присягой, и они нам раскрыли информацию, которую мы раньше не знали. В том числе, что касается фактических выбросов с ТЭЦ. Сколько раз проводятся замеры на ТЭЦ в год? Четыре раза оказывается. Раз в квартал не онлайн, не постоянно, а один раз. И этот день эти замеры экстраполируются на весь квартал. То есть принимается за медианное значение. То есть это же недостоверная информация фактически. Никакой день не может быть так называемым средним для всего квартала. Как я уже говорил, от недостоверной какой-то кривой информации. Она же потом выливается в решение исполнительной власти, в финансирование и так далее. То есть мы стоим на очень зыбкой почве. И таким образом добиваться конкретных вещей. Скажем, экологический кодекс, он говорит, что предприятия на трубе могут иметь систему замеров выброса эмиссии в режиме реального времени. То есть в экологическом кодексе написано, что предприятие может установить в себя оборудование, которое будет замерять выбросы в режиме реального времени. Может, но не обязано. Вот в чем эта разница в одном слове. Скажем, мы можем добиваться сейчас, рассматривается в этом году, проект экологического кодекса. Можем добиваться вот этого включения, что обязано, допустим. И очень много ключевых мелочей, по которым общественность сможет работать, поднимать. У нас, к сожалению, почему-то очень мало пишут об этой проблеме. На самый первый суд по СМОГу пришел я и корреспондент информбюро Сирикжан Морридбай. Два человека. Ну и то я корреспондент Фейсбука. Я потом пост написал. Упрек не журналистам, главным редакторам. Вы что, каким-то отдельным воздухом дышите? Получаете этот воздух по госзаказу? Таким образом, поле для работы непахарное, можно говорить. Хотелось бы отметить, что необходимо проводить качественные научные исследования в области качества воздуха. Мировая практика показывает, то есть в мировой практике есть методологии для определения источников. И нам стоит использовать уже имеющуюся мировую практику для этого. Однако в настоящее время у нас нет адекватных данных. Соответственно, мы не можем даже эффективные меры для борьбы с загрязнением воздуха должны исходить из адекватных данных. И даже несмотря на то, что будет государственный мониторинг, во многих странах проводятся университеты сами или научные центры проводят исследования в области качества воздуха, чтобы перепроверить и верифицировать официальные источники информации. Также по поводу того, что мы, рядовые граждане, можем сделать, чаще всего упускается тот момент, что мы потребляем большое количество энергии для того, чтобы отопить наши помещения. Когда мы используем горячую воду или для освещения в своих бытовых устройствах. Соответственно, когда мы экономим энергию на конечном бытовом уровне, то, соответственно, нужно будет меньше сжигать топливо на электростанциях и котельных. Большую часть тепла, который генерируется на ТЭЦ, оно идет на жилищно-коммунальное хозяйство, на жилищные здания. Соответственно, тем, что мы меньше потребляем в домах, мы можем сэкономить топливо на ТЭЦ. Одно исследование показало, что у нас 40% потенциал энергосбережения в Алмате. То есть мы просто можем на 40% меньше сжечь угля на ТЭЦ, если мы будем эффективнее его использовать в конечном потреблении, а также будем модернизировать и обновлять нашу систему жилищно-коммунального хозяйства. Хотелось бы отметить, что в настоящее время слабо работает сфера ЖКХ, слабо работает закон об энергосбережении и энергоэффективности. У нас был такой закон принят. Однако, с одной стороны, низкое информирование со стороны населения и низкое желание инвестировать в свои здания для того, чтобы его термомодернизировать. То есть в среднем где-то на 30-40% мы можем экономить тепло, если мы будем использовать, допустим, заменим окна, будем закрывать двери в подъездах, осуществлять теплоизоляцию в здании. То есть такие меры, которые вроде бы кажутся неочевидными для обычного потребителя. То есть часто, когда нам говорят про экологию, мы думаем только о мусоре или о том, что нам нужно посадить деревья. На самом деле, такие вещи, как сколько моя квартира потребляет тепла и электричества и как я могу сэкономить, по крайней мере, с этого можно начинать. Спасибо. Сауля, это у вас есть? Да, в принципе, я вот хотел присоединиться к Славу Майгульту, что она сказала. Дело в том, что все взаимосвязано в технологических цепочках, в технологических процессах. Если вы сокращаете выбросы на электростанциях, вот, допустим, какого-то одного газа, вы автоматически сокращаете выбросы других загрязняющих веществ. Допустим, мы работаем в моем проекте и в тех проектах, которые мы реализуем, мы ратуем за то, чтобы сокращались выбросы парниковых газов, тех, которые вызывают глобальное изменение климата. Но мы все понимаем, что сокращение этих газов ведет автоматически к сокращению загрязняющих веществ. Это очень важно. Автоматически это происходит. То есть это такое мерило, которое можно использовать как глобальный индикатор для окружающей среды. И его несложно мерить, концентрацию СО2 в воздухе. Потом очень важно, чтобы я с огромным уважением отношусь к гражданским активистам, Павел Александров, о котором уже говорились. Я не совсем с ним согласен, но я вижу важность его работы, которая для населения происходит и которую он проводит и информирует. Вот это очень важно. И еще мне бы хотелось на самом деле обратить внимание к тому, что наша организация проводит большое количество различных проектов, в которых показывают различные технологии, демонстрируют. И наша задача не модернизировать Казахстан таким образом, чтобы потом Казахстан стал самым чистым на свете. Наша задача показать, как это нужно сделать. Мы программа развития ООН. Мы должны показывать вот это развитие и содействовать этому развитию. А спасение утопающего дело рук самих утопающих. То есть я считаю, что Казахстан должен, используя международный опыт, использовать продемонстрированные технологии, их использовать уже в своем быту, в своей энергетике, в своем производстве, использовать все это и приводить страну к устойчивому развитию, двигаться в это направление. Еще для меня очень важно, чтобы каждый понимал, что я об этом много говорю, то, что я говорил о влиянии изменения климата, допустим, на растеневодство и так далее. Есть тоже очень неочевидные вещи, допустим, здравоохранение. Изменение климата влияет через выбросы, допустим, на респираторные заболевания, может быть, даже на онкологию. Это надо все исследовать. Изменение климата ведет к тому, что с юга страны идет потихоньку потепление. То есть это передвигается ближе к центру или к севернее. И за этим потеплением двигаются в том числе и вредители. Это весьма опасное явление, и нам нужно очень важно проводить какие-то научные исследования, то, что проводилось, то есть следить за эпидемиологической ситуацией, потому что готово ли наше здравоохранение к тому, что появятся какие-то виды, которые были виды болезней, какие-то болезни, которые были характерны для более южных регионов. Я не уверен. Может быть, стоит все-таки поработать и в этом направлении. То есть непочатый край проблем, и мы с огромным, вот мой проект и любой другой, они с огромным удовольствием и энтузиазмом мы работаем над тем, чтобы внедрять здесь проект. И мы надеемся, что тот наш опыт, который мы показываем, рассказываем, демонстрируем, он будет использоваться в полной мере здесь, в стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова